Общественники Усть-Каменогорска в очередной раз судятся с городским акиматом. Правозащитник Алексей Башков добивается установки в некоторых частях города знаков, предупреждающих о повышенном радиационном фоне. Опасное наследство осталось от закрытых почти 80 лет назад хвостохранилищ, фабрик по обогащению урана. В экологических судебных прениях разбирался Вячеслав Витлугин. Мы взяли радиометр, замеры проводили здесь, по комендантке. Вокруг УМЗ замеряли и что выявили. В некоторых местах, где именно пятна радиометра показывают превышение естественного фона. На этих площадках в ныне густонаселенном секторе города когда-то в 1940-х годах складировали отходы металлургических производств. И сегодня фонящие частицы еще излучают опасность, находясь глубоко под землей. И эти выводы сделал общественник Алексей Башков. С группой ученых он детально просканировал дозиметром местность по периметру. Сейчас Алексей в судебном порядке. Добивается установки здесь предупреждающих о радиации знаков. Мы уже год разбираемся на тему, кто должен заниматься радиоактивными пятнами. Теперь я от них требую, в соответствии с законом о доступе к информации, сведения из кадастра обнародовать, сняв грифт для служебного пользования. Судебные тяжбы идут с Акиматом Усть-Каменогорска. По сути, ответственным за содержание городских территорий госучреждениям. Впрочем, годами ранее ликвидацией радиоактивных пятен занималось региональное управление природных ресурсов. За последние несколько лет в областном центре ликвидировали 20 очагов радиационного загрязнения. Были выполнены сложнейшие по объемам и исполнению работы. Оттого на утилизацию и вывоз опасных частиц ежегодно тратили 90-100 миллионов бюджетных тенге. Два года назад именно в этой местности экологи дезактивировали 25 кубометров так называемых радиоактивных пятен. А радиационный фон именно здесь удалось снизить в 6 раз до допустимых показателей. Здесь, вот в этом районе, в общем-то, необходимо, даже если проводить подземные работы какие-то, там находится теплоснабжение, там водоснабжение. Все работы, которые по вскрытию грунта, должны проводиться с согласованием специализированной организации. Руководитель Центра экологической безопасности Геннадий Корешков поясняет. В городе осталось 8 точек исторического радиационного загрязнения. Земельные работы поблизости лучше проводить с дозиметристами. И дезактивация этих 8 фонящих объектов по нормам нового эко-кодекса теперь в зоне ответственности местных исполнительных органов, если точнее Акимата. Если Акимат города такое предложение внесет, то оно будет включено в план природоохранных мероприятий. Согласно нового экологического кодекса, все отчисления за эмиссию вредных веществ в атмосферном воздухе теперь остаются в территории и должны расходоваться только на природоохранные мероприятия. По сути, экологи и правозащитники сходятся во мнении, что информация о радиационных пятнах уже не под грифом «секретно» и очаги даже малейшей радиационной опасности необходимо устранять. Впрочем, до окончания судебных плений в Акимате ситуацию не комментируют. Известно, что бюджет ближайших природоохранных акций, профинансированный предприятиями-загрязнителями региона, превысил 20 миллиардов тенге. Средств на дезактивацию очагов радиации в нем нет. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабыканов, Кустик-Иминогорск, Хабар-24.